Девушки отдыхают Как она мне нравилась Я подошел к ней Крепко обнял и прижал к себе А она так озорно на меня смотрит И в тот момент я понял, что нашел свою принцессу Джен Бруберг, 9 лет Джен была самым непоседливым, энергичным ребенком Из всех, кого я знал Общительная, да нельзя Наш первенец и просто сгусток энергии Джен воплощала в себе все, чем не являлась я Я была застенчивой А она бурной Мои самые ранние детские воспоминания Связаны с Карен и Сьюзен Сестрами Между всеми нами разница по два года Карен средняя, Сьюзен младшая А я была старшей сестрой Всеми командовавшей Как сестры, все мы были очень дружны Мы постоянно играли вместе Детство наше было хорошим Я бы сказала, нормальным Беззаботным и веселым Мы жили в Пакателло, штат Айдахо В районе, где никто не запирал дверей Они всегда были открыты Там, где все доверяли всем Родители наши были людьми традиционных взглядов Замечательные родители Мама была домохозяйкой Я возвращалась с урока В то время, как она гладила одежду Отец работал флористом У него более 40 лет Был собственный магазин Меня любили И мне нечего было опасаться К нам прислушивались И это сыграло ключевую роль В том, что мы смогли Прожить происшедшее С Бобом Бертхольдом я познакомилась в июне 72-го года Я была певчей в нашем церковном хоре И однажды смотрю на прихожан и вижу незнакомую семью Первая с ними познакомилась Мэри Энн Знаешь, я такую семью встретила У них пять детей И некоторые из них с возрастом, как наши дочки Она рассказывала про них в захлеб Особенно про их дружелюбного отца У него был чудесный характер Искрометный юмор Мы сразу подружились Он занимался коммерцией Мы разговаривали про бизнес Сразу нашли общие темы Мы были на одной волне Я ввел свое дело У меня была семья У него то же самое Одно из моих первых воспоминаний Возвращаемся домой со службы в церкви И видим на пороге корзину с фруктами А сверху открытка с надписью Рада, что мы общаемся и дружим И подпись Семья Берхтельдов На меня это произвело впечатление Помню, подумал Какой чуткий малый Мое первое впечатление о Бертхольде Было связано с его женой Гейл Потому что мне показалось, что они не совпадают по характеру Гейл была себе на уме Но потом мы подружились И стали близкими подругами Впрочем, мы все подружились с семьями И у всех Бробергов и Берхтельдов Был свой близкий друг В семейной жизни дела шли особенно хорошо С участием в них Берхтельдов Глава семейства заезжал за нами утром Мы садились в машину И дружно кричали вместе Сегодня будет замечательный день Так начиналось наше утро Не помню, кому первым он пришел в голову Назвать его Бо Он почти каждый вечер заходил в гости Поговорить с нашими родителями Но и нас, детей, вниманием не обделял С ним всегда было весело Он мог подкинуть тебя в воздух Сесть и собрать головоломку вместе Постоянно играл с нами Но не было сомнений Что Джен он выделял особенно Братец Бо Он и меня называл всякими именами Но сейчас я помню только одно из них Долли Зарделись в небе облака Закат разлился багрянец У Долли горят глаза На щеках румянец Своей рукой мою берет Я так тебя люблю А я тебя, о, ангел мой Мой ей ответ Повернулся, обнял и пришел к себе И сказал ей Долли, ты светоч, озаривший мою жизнь Словами не передать, как я люблю тебя Она смотрит на меня Я склоняюсь к ней, и мы целуемся Никому не дано любить больше, чем я ее У него было особое отношение к Джен Что не нравилось ни мне, ни Бобу Уже тогда настораживало, как восторженно он к ней относится Бо был для меня вторым отцом Я его любила Ксицело ему доверяла И чувствовала себя в безопасности Он общался со мной, как со своим ребенком Берт Хольт позвонил мне еще днем И сказал Хочу вместе с Джен покататься на лошадях Там, где Ниагарский водопад Берт Хольт приехал на машине прямо к нашему дому и сказал Ну, Джен, готов тебя забрать Она входит через одну дверь И я сразу говорю Да, хочу Мама отвечает Завтра тебе в школу и еще на фортепиано Думаю, в другой день Он говорит Наверное, я могу забрать ее прямо с фортепиано И мы сразу оттуда поедем Я упрашивала маму отпустить меня съездить Говорю, вернись до времени, когда Боб придет ужинать Я ее завезу Бо забрал меня с фортепиано и сообщил На всякий случай захвати свои таблетки от аллергии Прими одну, там все-таки лошади Я приняла таблетку, и мы отправились Очевидно, я сразу отключилась, потому что не помню ни конюшни Ни поездки Ни его Когда стало ясно, что Джен задержалась, я занервничала Может, машина сломалась В девять вечера ко мне зашла Гейл, жена Бертхольда Она была взволнована Я предложила Позвоним в местную полицию Нет, не надо никуда звонить Они вот-вот появятся, я уверена И мы начали ждать Кататься они уехали в четверг, так что у нас была вся пятница Мы еще никуда не обращались, не хотелось расстраивать Гейл Прошло два дня, и я сказал Мэри Энн, что пора поставить власти в известность и заручиться их помощью Утром в субботу я дозвонилась в ФБР 1974 год Я принял звонок в своем отделении ФБР в Пакателло, штат Айдахо В моменту похищения я уже 6 или 7 лет работал в качестве агента ФБР Мы с напарником сразу же отправились к дому Бробергов И несколько часов собирали информацию Роберт Бертхольд был соседом и близким другом У него было свое дело в Пакателло Он состоял в местной мормонской общине и считался уважаемым человеком Оплотом общества Несмотря на то, что прошло 5 дней В похищение никто не верил Не думаю, что он похитил Может, куда-то заехали И он нас буквально вдалбливал, пока мы уяснили Это похищение Вашу дочь похитили Ее здесь нет В ходе беседы с Гейл Бертхольд выяснилось Что у Бертхольдов есть передвижной дом Стоящий на парковке Однако личный визит показал, что его нет Я понял, что ФБР предстоит нешуточное расследование И поиск ребенка Сомнений не было Это было похищение С вами говорит Джон Гален из управления округа Поступил звонок о бесхозном автомобиле Форд На территории местного парка Режистер Рок Ключ в зажигание Боковое стекло со стороны водителя разбито изнутри На водительской дверце изнутри есть следы крови Машину Боба Бертхольда нашли со следами крови на стекле Стекло разбили изнутри салона Потому что в ином случае осколками неминуемо оказались в салоне Илон не пожалел своей крови, чтобы иметь возможность заявить о своем якобы похищении Мы обнаружили следы шин, подходящих передвижному дому А также отпечатки ног взрослых Из всего этого я делаю вывод, что Джен перенесли на руках Мы знали, что Джен у Бертхольда Но не знали, где они находятся Поиск велся по всей стороне Мы ее разослали с водки во все службы, связанные с охраной порядка И даже в пункты пограничного контроля с Мексикой и Канадой Так тянулись недели Не было ни единой зацепки Мы искали иголку в стоге сена, не зная даже примерно, где она Не знаешь, куда себе деть Хочется сделать что-нибудь Но сделать ничего нельзя Я нашла выход в том, чтобы быть в курсе всех деталей расследования Старалась услышать каждое слово Могла стоять за дверью комнаты, где агент беседует с моими родителями и подслушивать Однажды я шла по дому Спальня была в задней части на цокольном этаже Я вошла в ее комнату и увидела своего отца Он лежал на ее кровати, не сдерживая слез Никогда раньше я не видела его плачущим Хотя по своей натуре он эмоциональный Кажется, именно тогда я по-настоящему осознала, как все плохо в этой ситуации Поиск пропавших продолжается Первые три недели к нам приходило много людей Друзья, соседи, просто люди, живущие в том же квартале Практически ни у кого не укладывалось в голове, что тот, кем он оказался, когда-то был частью их мира и круга общения Некоторые говорили, он не причинит ей вреда, это исключено И я верила вместе с ними, это исключено Мы любили всех в сообществе, кого жили Они хотели помочь нам пережить сложный период Они любили Джен и старались оказать нам поддержку Словом, уверена, она вернется в полном порядке Болезненный был период и сложный Тебя постоянно гложет агония Ложишься в постель, пытаешься заснуть Но в голове все равно, как она, в порядке ли? По ходу расследования я поговорил со многими знакомыми Боба Бергтольда И выяснилось, что он восхищался маленькими девочками Мой брат всегда был извращенцем Его всегда привлекали маленькие девочки Потребовалось реализовать эту потребность Как педофила, потому что он был педофилом И я это знал Однажды, когда родителей не было дома Он начал дурачиться с моей сестрой А друг друга, они сводные родственники Ей было 6 лет, ему 12-13 Это было первое дело о педофилах в моей карьере Поначалу я не мог понять ФБР, говорят, опасный незнакомец Мы не говорим педофилы Хотя слова в словаре есть Но сейчас я узнаю о Бобе Бергтольде И его любви к детям Вещи, от которых у меня волосы дыбом И мурашки по коже Он уже пытался наладить контакт с двумя другими девочками Но родители ограничили их общение А затем он находит Джен Броберг И в его жизни появляется цель Соблазнить Джен Броберг Роберт Бергтольд стал близким и доверенным другом Бробергов Как и планировал изначально Одна из особенностей его характера Умение преодолевать препятствия Стоящее между ним и его девочкой Он делает все возможное Чтобы изолировать ее от семьи Мы с Джен делили на двоих одну комнату Но она была просторной Иногда заходил разговор, что неплохо бы отдельной спальней сделать Мы взрослели и однажды ту же идею озвучил Бертхольд Не хотим ли мы по собственной спальне? И у него есть мебельный магазин и инструмент И я помню, как он возвел перегородку Разделившую обе комнаты Так у него был повод приходить И стараться изолировать Джен от меня Он умел льстить самолюбию Делает что-нибудь для тебя А потом умело пользовался доверием Который сам же и создавал Биархтольд пригласил нас на водную прогулку Не только нас, еще и Джен И мне еще в тот момент показалось, что есть какая-то несостыковка Я сказал с Берхтольдами Общаться завязываю Это последний раз Не нравится мне все это Мы, конечно, постоянно ходили в гости с ночевкой У Бертхольдов на заднем дворе стоял гигантский батут И мы спали под нарисованными там звездами Помню, однажды проснулась ночью И чувствую, что трусики на уровне лодыжек Было страшно Берхтольд лежал рядом Это точно его рук дело А тогда он сказал, что я ворочалась И не смогла найти себе места Вот и стянула себя трусики Мне было проще поверить в это, чем допустить мысль, что этот человек рядом со мной может причинить мне вред В июне 1973 года Все вокруг Спрашивают, Джейн, ты в порядке? На что он ответил Отнесу ребенка в ее номер Ей определенно не здоровится Я помню, как меня несли в мотель А в голове шумит, сознание почти теряется Джейн потом рассказала, что проснулась И видит он голый Отношения между Джейн и Робертом не были естественны Потому что Джейн целенаправленно работал с Джейн и также с ее родителями Понимая, что их придется уничтожить Без этого он не сможет быть с Джейн И ловушка захлопнулась Избежать ее не было никакой возможности Они даже предположить не могли, что в опасности Осень 1972 года За два года до похищения Бертхольд позвонил мне из своего магазина Говорит, Мариэн Я не могу пойти на обед Принесешь мне сэндвич? Сделать так, чтобы я Принесла ему обед по его просьбе, когда он позвонит Он только приехал в город Новый человек Прекрасная личность И в каком-то отношении Он был Харизматичнее Боба Бертхольд говорил мне Приятные вещи Например, у тебя красивое тело Особенно ноги И у меня Внутри все просто замирало Он умел делать так, чтобы я Нравилась себе Он меня привлекал Так все и началось Я пыталась игнорировать чувства Но я их помню И помню, что подумала Нет, я не могу так думать о нем Все упрочилось Когда мы вместе поехали на церковную службу в Логан, штат Юта Оттуда мы двинулись в горы Перед отъездом мы сблизились Начали целоваться и обниматься Он положил руки на мою грудь И мы слегка увлеклись Это длилось дольше, чем следовало бы Но дальше этого не зашло Мы вернулись домой Постарались успокоиться И жить своей жизнью Мысли об этом не покидали Я все думала об испытанном О его прикосновениях К тому моменту я была замужем 12 или 13 лет И это Было волнующе Мистер Бердхальд был Сексуальным Подкованным человеком Но с женой у него отношения В этом плане Не сложились Однажды он зашел в магазин В крайне взволнованном состоянии Спрашивает Могу ли составить компанию Говорит Я не выношу свою жену И мне нужен секс Его возбуждение Было заметным И он спрашивает Могу ли я помочь ему разрядиться Мы смеемся Он говорит Что это как дети дурачатся Ему так нужна зарядка И у меня хватило ума Наклониться к нему И помочь разрядиться ему Актом мастурбации Я совершил самый ужасный поступок В плане Измены и предательства Чувств моей жены А я завязал гомосексуальные отношения С ее отцом Чтобы обеспечить себе доступ к Джан Джан сводила меня с ума Не могу сказать почему Но так и было Я хотел быть рядом с ней Он провел безупречную комбинацию Его целью было ослабить защиту Бробергов Чтобы никто ему не мешал Это как костяшки домино Боб Бирхтольд идет первым Четвертый Джен Броберг Между ними Мэри Энн и Боб И стоит опрокинуть костяшки И между Бирхтольдом и Джан Никого нет По информации от ВБР В январе 1974 года Бирхтольд предстал Предвысшим судом церкви Святых последних дней Так как был замечен С маленькой девочкой Совет решил, что Бирхтольд нуждается В психологической помощи И отправил его Психотерапевту в Айдахофулс По его словам Он также обратился К клиническому психологу В Калифорнии Чтобы тот помог избавиться От навязчивой одержимости Джен Вернувшись домой Он рассказал нам Что прошел лечение Детской травмы Связанной с насилием Сейчас я скажу тебе Шокирующее, Боб У меня был секс С моей тетей Когда мне было 4 года Я был поражен Он добавил Боб, в рамках терапии Мне нужно провести Некоторое время Наедине с твоими дочками Ты не против? Я сказал, что не против Ты можешь позвонить врачу Он объяснит, что так нужно Если хочешь Я сказал, что доверяю ему Когда Джен легла спать Он лег на кровать Рядом с ней Нам это не сильно понравилось Но это часть его терапии Ты слышишь шум волн? Вокруг тебя шум волн Они начинают ласки И ты чувствуешь, что тебе очень хорошо Очень хорошо Она ласкает тебя быстрыми движениями Ощущения усиливаются Тебе хорошо И ты слышишь шум волн Чувствуешь теплое и мягкое одеяло Приятный запах Их жестоко обманули Как выяснилось при расследовании Лицензия того психолога Была отозвана Он вручил вверх Толь ду те странные аудиозаписи Которые требовалось слышать Лежа рядом с ней Он ее домогался Постоянно давал ей витамины И лекарства от аллергии Но как показало расследование То было снотворное Облегчавшее его задачи Я и помыслить не мог Что он испытывал Сексуальное влечение К Джен Даже тогда мы не вполне понимали Что такое Расцление малолетних И Сложно поверить Что мы были настолько наивны Хотя насторожиться было отчего Но мы не замечали подвоха Супруги Броберг были наивны И не знали Что такое бывает И я бы Назвал это дело Самым сложным За всю свою карьеру Как видно из судебных протоколов Роберт Бертольд спал в одной кровати В среднем 4 раза в неделю В течение полугода Вплоть до дня ее похищения 17 октября 1974 Первый день после похищения Я проснулась Вокруг было темно Было ощущение движения Я лежала в кровати Запястья и щиколотки Привязаны так, что не пошевелиться В ухо вормотал монотонный голос Доносящийся Из коробочки Похожий на переговорное устройство Поле зрения Ограничивалось подушкой Первая мысль была Что меня похитили пришельцы Я то и дело Погружалась в глубокий сон Просыпаясь Руки и ноги свободны Пришельцы сообщили мне Что их зовут Зетта и Зетера И что я сама наполовину инопланетянка Моя мать была Земли И была моей биологической матерью Мой отец биологическим отцом не был Им был пришелец другой планеты Я попала в историю Которую рассказывают на Рождество О том, как Иосиф Был словно мой отец То есть он заботился об Иисусе Но настоящим отцом Иисуса был Бог Тебе предстоит важная миссия С твоим партнером мужского пола Миссия заключалась в том Чтобы изучать ребенка Который спасет планету пришельца К моменту, как мне исполнится 16 Голос из коробочки добавил Что если у меня не получится Как запасный вариант Оставалась моя сестра Сьюзан Наполовину человек Наполовину пришелец Как я И в таком случае Они заберут ее Вступай ко входу в дом Твой партнер мужского пола там И там, на маленькой кушетке Сидел Бог Человек, которого я любила И кому доверяла Близкий человек Я больше была не в одиночестве Я испытала сильное облегчение Он был весь в крови И без сознания Не шевелился Глаза закрыты Мне показалось, он мертв Я разрыдалась Стала трясти его Пыталась привести в чувство Проснись, ты должен проснуться Он пришел в сознание И рассказал мне, что произошло Мы ехали покататься на лошадях И тут я внезапно вижу Что впереди с неба Струится белый свет Машина начала вибрировать Трястись Должно быть попало в мощное поле Я сказала, что мы тут Мы вместе И у нас есть миссия Я была убеждена Что именно он мой партнер С которым мне предстояло Изучать ребенка Конечно, он был Сорокалетним мужчиной А я Двенадцатилетней девочкой И это было странно Как и вся ситуация Но я подумала Я инопланетянка Я странная А не нормальная Я верила в это Всем сердцем Если человека Изолировать И испугать То кто угодно Поверит во что угодно Совершит любой поступок Первые несколько недель Я плохо ощущала Ход времени Думаю Я была под воздействием Чего-то Я точно помню Что он поискал По отделениям И в одном из них Нашел несколько книг И я знала Что книги были Про секс В скором времени Голос из коробочки Сказал Мы полагаем Что пришло время Тебе и партнеру Мужского пола Сделать то Что приносит Людям счастье Наш секс Не напоминал Грубое изнасилование О которых я слышала Бертхольд Водил в свой пенис Неглубоко На 2-3 сантиметра Не больше Ему по-видимому Хотелось Чтобы мне было Так же приятно Как и ему А ему точно Было приятно В потолке Передвижного дома Был вентиляционный Люк Сквозь который Было видно Небо И совсем чуть-чуть Листья светки Росшего Неподалеку дерева Я просто смотрела Я смотрела На эти листья Смотри на листья Если просто на них смотреть Все будет в порядке Так я и держалась 20 ноября 1974 год 35 день Боб позвонил мне и сказал Позвони Мэри Энн и получи согласие на брак В письменном виде Чтобы мы могли с жен вернуться в Штаты и жениться Мы женились в Мексике Но в Штатах это не признают По мексиканским законам Вступать в брак можно с 12 лет И они полностью подходили Я был вне себя Даже подумать не мог Что такое могло произойти Затем позвонил его брат и сказал Они хотят вернуться домой Но он не может Пока не будет письменного согласия на брак В Соединенных Штатах Америки И ответила Согласие на брак Мы не можем на такое пойти В любом случае вернуться не сможем Его либо убьют, либо посадят за решетку до конца дней По обвинению в похищении Она говорит Абсолютно точно нет Разрешения не дадим Где они? Я решил сделать так, чтобы он вернулся Агенты ФБР поставили телефонную линию на прослушку В следующий звонок он сказал Я в городе Масатлан, Мексика ФБР проследила звонок до отеля в Масатлане Я боялся, что совершил ошибку Что вернувшись, он меня убьет Они связались с нашим атташе По правовым вопросам в Мексике А он известил федеральную полицию Местная полиция добралась до нашего дома Они вошли сквозь дверь Я имею в виду, буквально вынесли дверь Нас поместили в небольшой автомобиль Если извернуться, я почти могла видеть Бо в зеркало заднего вида Он же смотрел на меня Казался испуганным Нас отвезли в мексиканскую тюрьму В какой-то момент Один из полицейских отвел меня на другой этаж Этого сырого, темного строения В камеру, где находился Бо Он отдал этому офицеру свое кольцо За возможность поговорить со мной Бо сказал Скажи семье, что мы с тобой ездили на отдых И что я совершил ошибку Увез тебя слишком далеко И не дал семье ничего знать о тебе И еще он сказал Меня посетили Зета и Зетера Мы поговорили По их словам, ты не должна ничего говорить о четырех вещах О них самих Зети, Зетри, планете пришельцев Нельзя было рассказывать о расслабляющих таблетках О миссии И следовательно О наших сексуальных контактах Он сказал Тебе нельзя контактировать с другими мужчинами Даже с твоим отцом И если кто-то из нас проговорится О любой из этих четырех вещей Моя сестра Карен ослепнет Также они угрожали, что устранят моего отца Так они выразились Но я знала, что они его убьют И, конечно, они угрожали, что заберут Сьюзен Он сказал мне Наверное, приедут твои родители Но ни в коем случае не говори им И другим людям об этих вещах Или тебя испарят Они умеют забирать наши жизни И даже наши души Нас просто не станет Я была девочкой Искренне верившей в жизнь После смерти И это очень меня пугало Вероятно, именно это заставило меня Слушаться его приказов Больше всего прочего Мы с Бобом прилетели в Масатлан, чтобы забрать Джен домой Мы хотели поехать за ней И быть с ней И оказать ей, что мы по-прежнему любим ее И вдруг мы увидели нашу девочку Она махала руками Кричала Я помню, как сказал Дорогая, это наша малышка Она наша Джен Она вдруг Запаниковала Она стала спрашивать А как же Бо? Они сделают с ним что-то плохое И я сказала Не время думать о Бо Сейчас важна ты Эти вопросы будет решать ФБР Почему вы позвонили в ФБР? У меня все было хорошо Мы отдыхали с Бо Ничего не случилось Но надо его забрать Я сказала ей, прости Джен, но мы едем домой Я помню, как слезы текли по моим щекам Я ничего не сказал Мэри Энн Просто подумал Это не наша Джен В самолете Джен отказалась сидеть рядом со мной Я помню печаль Которую я почувствовал в том самолете Мэри Энн сидела рядом со мной И я сказал ей Похоже, наши проблемы не закончились Груберги послали свидетельство о браке обратно в Мексику С требованием аннулировать брак Боб Берхтальт арестован в Мексике и переправлен в США Он предстал перед судом присяжных по обвинению в похищении Ее осмотрел врач Врач сказал Девственная плева цела Я не вижу следов травмы и сексуального насилия Мы испытали огромное облегчение Мне не удавалось вытащить из нее ничего Кроме... Ну, мы катались на водных парашютах Она рассказала, что делали в Мексике Но она была какой-то... Отчужденной Особенно с отцом Я показал ей вырезку из газеты О похищении И она сказала Это неправда, папа Она его защищала Казалось, что она в порядке Она вернулась в школу, все наверстало Хорошо училась У нас с ней не было проблем Я постоянно думала обо... Как мы продолжим нашу миссию Как мне быть вместе с ним Как мне его увидеть Как мне это сделать Мыслями и эмоциями я отдалилась от семьи Потому что я знала, что миссия не выполнена Я знала, что это не конец Я попросила Мэри, Энн и Боба Избегать Гейл и Боба Берхтольдов Не разрешайте своим детям играть с их детьми Это серьезно Берегитесь их Но они не послушали В канун Рождества Гейл Берхтольд пришла к нашему дому Чтобы поговорить с Бобом наедине Они пошли в комнату И довольно долго разговаривали Потом Гейл ушла А Боб сказал мне Гейл хочет, чтобы мы сняли все обвинения с ее мужа Она попросила нас подписать письменные заявления Боб сказал мне Если мы не подпишем эти заявления Они придадут огласки то, что было Между мной и Берхтольдом Я была в шоке В ужасе Особенно переживала за мужа Я подумала О нет Только не это Поэтому мы подписали заявление Мою дочь не увозили силой или против ее воли Ее не держали в заперти против ее воли Пока она находилась в обществе ответчика Я верю, что ответчик вполне возможно Искренне полагал Что мы с мужем согласны на его поездку с нашей дочерью Когда он уехал в октябре Согласно первой правке в Конституции США У меня есть право Не выносить эти сведения за пределы семьи Я считаю, что в интересах правосудия и общества Прекратить расследование этого дела Сначала эти люди плачут о своей дочери И там я практически живу Забыв о собственной семье И тут вдруг Они приходят и говорят Мы ее отпустили Они спасали собственную шкуру А не ребенка Какой стыд Общественность была недовольна Нам часто звонили незнакомцы и спрашивали Почему вы это сделали? Нам позвонил федеральный судья США Он был в ярости, он сказал Так нельзя Должен быть суд Бертольд предстал перед судом Но я остался без свидетелей Но Роберги, по сути, встали поперек государственного обвинения Суд над Бобом Бертольдом был отложен Его освободили под подписку о невыезде Бертольд уехал в Огден, штат Юта И работал в автосалоне своего брата Гейл осталась Она не знала Может он поработает там Пока не встанет на ноги А потом перевезет семью к себе Он стал работать у меня И продавал очень много машин Отличный продавец Мог продать что угодно Он все время приезжал домой По выходным был в церкви Люди хлопали его по плечу и говорили Нам так жаль, мы знаем, что ты был болен Мы надеемся, что все пройдет и ты будешь жить нормально Мы были так добры, когда он вернулся Даже тогда мы не осознавали Насколько глубоко он болен Я помню, когда увидела его в первый раз После похищения Была ночь Я была в своей спальне Внизу Меня разбудила коробочка Женщина-компаньон В моей спальне появился Берхтольд Он вошел и начал говорить о миссии Что она должна продолжаться И что они все готовят для того, чтобы мы были вместе И я должна делать все то же самое И выполнять правила Я поддерживала контакт с Берхтольдом Или это он поддерживал со мной контакт А я делала все, что он говорил Иногда мне передавали записку в школе В ней было написано Пойди туда, так к телефонной будке Сегодня в 16.00 Там получишь дальнейшие инструкции Я получала письма от Бо Это были любовные письма О том, что он переживает Как скучает по мне И как нам суждено быть вместе И моим естественным порывом было Отвечать в том же духе И тоже писать ему любовные письма И передумывать, как ему их передать Ты знаешь, какой ты милый? Если не знаешь, хочу, чтобы ты знал Наша любовь прекрасна Мы через многое прошли ради друг друга Твоя доля, Джен Случился переход от Я люблю его как отца К Я люблю его как мужа Как мужчину Она сказала Мама, я так скучаю по нему Я хочу выйти за него замуж А я сказала Ты хочешь замуж за Бо? Она ответила Да Хочу выйти за него И родить от него детей Я любила его так сильно Как могла любить Мой уровень преданности и любви К нему Был не меньше, чем любые испытанные мной чувства В области истинной любви Но это было большое и глубокое чувство Оно было внутри меня во всех смыслах Вот письмо ко мне от Бо Мне, наверное, 13 лет Привет, дорогая Сегодня я проснулся, думая о тебе как обычно И любя тебя еще сильнее Я вспомнил, как мы ходили на Оливера И как ты плакала и пела песню «Где любовь» Специально для меня Помнишь песню из Оливера? Пока он нуждается во мне Помнишь, что она значила в пьесе? Пожалуйста, бой ее снова и снова И знай, что мне нужна твоя любовь Больше, чем что-либо в этом мире Злые силы хотят уничтожить нас И все испортить Все, что я могу, это любить тебя Каждую минуту моей жизни Остальное за тобой Будь храброй, делай все правильно И не оставляй надежды Я не оставлю их Ведь в итоге у меня будешь ты Навсегда Бо Весна 1975 год Я общалась с ним каждый день Он звонил, разговаривал, говорил, как любит меня Как хочешь, чтобы я была в его жизни? Я спросила Скажи мне, пожалуйста, почему ты женился на Джен? Он сказал Если встретишься со мной Расскажу тебе все подробности Я поехала К его передвижному дому Встретилась с ним Когда он вернулся с работы Мы сидели и говорили Он говорил, как любит меня Повторял снова и снова И говорил Мы можем быть так счастливы вместе, Мариэн Тебе просто Нужно развестись и жить со мной Вскоре Он уже держал меня за руку Потом гладил мою Ногу А потом Понимаете, он так искренне говорил От души Я слишком задержалась В его передвижном доме Мы обнимались и целовались А потом у нас случилась Близость Я любила мужа Но я предала его После того, что случилось Я знала Что я Сделала недопустимой И никогда не смогу это исправить Все было кончено Через 4 или 5 дней После ее отъезда Бертхольд Позвонил мне и рассказал Что случилось Тогда В нашем браке Начались настоящие проблемы И Становилось все хуже Моя сексуальная связь с Бертхольдом Длилась 8 месяцев Я бы сказала Что была в него влюблена Это было Увлекательное время С апреля 1975 года По март 1976 Мэри Энн Видели с Бертхольдом 11 раз Я знал, что он делает Я знал, что дело не в Мэри Энн Ему нужна была Джен В тот период Бертхольд посещал Джен 9 раз Дважды они провели Ночь вместе Наедине На тот момент Это всегда был секс Для него все эти встречи Были ради секса Я несколько раз говорил С епископом И он сказал Боб, вам надо что-то решать Потому что Мэри Энн На дурном пути Поэтому я подал на развод Мне пришла повестка о выселении из дома Я подвергала опасности трех его дочерей Я была в шоке Что он это сделал Я не собирался Оставлять ему своих детей Я забрал девочек И мы поехали куда-то В тот день, когда ей должны были вручить повестку Несомненно, это был худший день в моей жизни Мы приехали в ресторан за городом Когда мы зашли в ресторан, он сказал Что они с мамой будут жить отдельно У нас никто не разводился Особенно тогда, в нашем городке Тем более, мои родители Мне хотелось забраться в норку И похоронить себя заживо Я чувствовала Что мне больше Незачем жить Непростое было время Прошло два-три дня Он позвонил мне И сказал Ты потеряешь жену и детей А я повесил трубку Но я все равно был сильно обеспокоен Он позвонил мне и сказал Мэри Энн, если ты уйдешь от Боба Я найду тебе квартиру У тебя здесь начнется новая жизнь И ты будешь счастлива А я сказала Прости, я не уйду от мужа Он сказал, он тебя не хочет Смотри, как он поступил Вышвырнул тебя из дома Я знаю, если ты наймешь адвоката И подашь в суд Ты вернешь своих детей Потому что Боб гомосексуалист Я сказала, это не так Я пошла к адвокату и сказала ему Помогите мне Я не хочу разводиться Он сказал Вам надо вырезать опухоль Это не хороший человек Я вернулась домой Я стоял на кухне Она открыла дверь и сказала Я не смогу вырастить детей одна Им нужен ты И нужна я Я сказала Я порвусь с ним Он мне больше не нужен Мы бросились в объятия друг друга И этого было достаточно Для меня В июне 1976 года Спустя 20 месяцев после похищения Бертольд согласился на сделку с судом Бертольд пошел в суд И признал, что виновен в похищении Судья приговорил его к пяти годам И сократил приговор до 45 дней Он должен начать свой срок В течение трех месяцев Бо переехал из Покотелло И купил семейный развлекательный центр Вроде игрового центра В Джексон-Хоу Я хотела поработать там Во время летних каникул Я умоляла мать и отца Плакала и кричала Но я сказал ни за что Мой ответ нет Это было в 1976 году Она так настаивала Она продолжала становиться такой Какой никогда не была Спорить, придираться к сестрам И к нам Превращать нашу жизнь в ад Она сама решала, что с ней будет Без вопросов, без учета мнения матери Бертхольд позвонил мне и сказал Не вешай трубку Я хочу сказать, что Джен едет в Джексон-Хоу Если не разрешишь ей Она выйдет на шоссе Поедет автостопом Я подумала Господи, надо что-то делать В конечном итоге Мать посадила меня в самолет Джексон-Хоу Я был в ярости Что он Что она посадила ее в самолет Я сказал Дорогая, ты пожалеешь об этом решении Джен провела в Джексон-Хоу Две недели Все это время Она жила с Бу В его передвижном доме Мой голос записи Звучит ужасно Что случилось в твоем сне Я была в лодке И она утонула Нам обоим пришлось плыть к берегу А все просто кричали Вода была холодной Да, очень холодной Когда я проснулся и укрыл тебя прошлой ночью Ты сильно ворочалась Миссия продолжалась Было еще больше секса Ты смотришь улицу Сезам Раньше смотрела Это глупо Давай поговорим о чем-нибудь О чем поговорим О шашках Помнишь, как мы забрались туда вечером на закате? Был такой красивый закат? Да, было красиво Очень красиво Бо сказал мне, что он разводится с Гейл И мы сможем пожениться Я была полностью убеждена Что я влюблена в Боа Что я должна быть с ним И, конечно, фоном шло то, что мы должны Совершить миссию То время, что я провел с ним Джексон Холл было Я видел, что он несчастливый Я раньше Боба таким не видел Не знаю, почему он выбрал юную девочку Но это его дело Мэриэн хотела вернуть ее Устраивала сцены И я сказал Лучше тебе ехать домой А она сказала Нет, я скорее убью себя Чем вернусь домой Он посадил меня в самолет И отправил в Саут-Лейк А мама встретила в аэропорту Она сердилась Я не хотела возвращаться домой Я не хочу быть тут Хочу обратно Она словно стала другим человеком Она все время усугубляла напряжение Это из-за паники Судьба мира была в моих руках Я должна была спасти планету И времени было мало Он не оставлял меня в покое Он хотел получить ее Во что бы то ни стало Мы никогда больше не увидимся Сказал он мне Я увезу ее от джунглей Африки В Южную Америку Вы никогда нас не найдете Я сказала Оставь меня в покое И детей моих тоже Исчезни из нашей жизни Ему это не понравилось Потому что Джену не отстал И В результате Она исчезла во второй раз 10 августа 1976 День первый Она провела дома всего пару недель Я смотрела телевизор Все остальные ушли спать Джен вошла в зал Посмотрела на меня и сказала Иди сюда Поговори со мной Скажи в чем дело Нет И ушла к себе в комнату Мы пошли спать На утро Побудка Боб всегда играл на пианино Чтобы их разбудить Она не вышла Кажется, это Боб спустился вниз Ее там не было Но он нашел записку Дорогие Боб и Мэри Энн Вы не даете мне поступать правильно Поэтому я поступлю неправильно Я ухожу без Бо И не вернусь Пока вы не примете меня Настоящую Я не могу принять вашу религию И извращенную мораль Я просто хочу быть собой И быть с Бо Пожалуйста, отпустите меня Пока не поздно Нас всех спасти Джен Текст не был похож на Джен Словно это он написал записку Он позвонил в тот день Сказал, что Джен ему звонила И сказала Что сбежала из дома И что Не говорит ему, где она сейчас Сказал, что волнуется за нее Спросил, волнуюсь ли я Я сказала, жутко волнуюсь Прошло два или три дня И это была Неописуемая агония Мы сказали всем Что она у бабушки И, конечно, это продолжалось Мы так боялись, что люди узнают Что ее снова нет Ее снова похитили Мы тогда не хотели Чтобы это появилось в прессе В этот раз Броберги брождали две недели Прежде чем связаться со мной Я поговорил с Бергтольдом Он казался сильно расстроенным Найдите ее Кто-то ее похитил Но я знал, что он в этом замешан В первом сентябре Когда Джен отсутствовала Уже три недели Бергтольд начал отбывать заключение За примерное поведение Он провел за решеткой Всего 10 дней Затем переехал в Солт-Лейк-Сити И начал жить там В предвижном доме Он исчез с поля зрения И мы не знали Ни где Джен Ни где Бергтольд Он регулярно звонил мне И рыдал в трубку Я рассказала об этом Питу Уэлл Что он посоветовал Продолжай беседовать с ним ФБР установила Магнитофон для записи звонков В доме Бробергов Алло, дом Бробергов Как ты зарабатываешь? Она ответила Тяжело О, господи Теперь я не смогу заснуть Привет Привет, Бо Есть новости? Никаких Это Боб Привет, Бо Так продолжалось три месяца У меня уже Никаких сил нет Бо О, Бо Это ужасно Я тебе кое-что скажу Если это ловушка для меня Я тебя убью А если ты мне лжешь Я сделаю так, что тебя убьют У меня двое братьев Я уже не знаю, когда Когда ты говоришь правду А когда нет Так продолжалось все время Постоянная атака на мои эмоции Я только что говорил с Джен Спросил ее Еще хочешь выйти за меня? И она говорит Да, Бо Больше, чем когда-либо Ты все еще хочешь жениться на ней? Кроме Джен Для меня никого нет И никогда не будет Мы не виделись с 31 июля Но мои чувства по отношению к ней не изменились О, Боже Одного ее голоса по телефону достаточно, чтобы я воспрял А я так больше не могу Мы очень хотели найти нашу маленькую девочку Ноябрь 1976 Около 90 дней после второго исчезновения Джен Немало времени ушло, чтобы обыскать все эти трейлерные парки в Султ-Лейк-Сити Но наконец мы нашли место его обитания В дверь, разумеется, мы и стучали Но поставили круглосуточное наблюдение за домом Через две или три недели наблюдения Агент из Султ-Лейк-Сити постучал в дверь Берхтольд впустил его в свой дом Он сказал, что не виделся с Джен Мы знали, что он в курсе того, где она Мы точно это знали Он был в нее влюблен Если бы он думал, что что-то случилось, он бы ее искал В его доме на стенах висели огромные фотографии Джен Размером с постером Как мавзолей или алтарь Но он не знал, где она Джен не было много месяцев И тут наш телефон зазвонил Говорите, абонент на линии Алло, Карен? Да? Это Джен Джен? Ага Как ты? Ты в порядке? Да, все хорошо Где ты? Я просто хотела позвонить и сказать, как я вас люблю И как я по вам скучаю Хотела позвонить и услышать ваши голоса Джен, да? Папа только что приехал Подождешь полсекундочки? Не знаю, у меня нет денег Все равно подожди минуту Просто скажешь ему привет Кто? Это Джен Джен Джен, не как ты? Нормально У тебя все хорошо? Все хорошо Ты вернешься домой? Я хотела позвонить и сказать, что скучаю Ты приедешь домой? Нам тебя не хватает Я просто хотела позвонить и сказать, что я вас всех люблю Мы тебя любим и хотим, чтобы ты вернулась Я знаю И говорила Сбо Недели две назад Он все еще хочет на тебе жениться Я хочу за него замуж, пап А он хочет жениться? Да В общем, люблю вас всех Пока Хорошо, люблю тебя Люблю тебя, Джена 11 ноября 1976 год Второе исчезновение День 102 В Солт-Лейк-Сити продолжаются наблюдения Агенты видели, как Роберт Бергтольд переходит дорогу и идет к таксофону На запровочной станции Хаске в Солт-Лейк-Сити Он зашел в телефонную будку и кому-то позвонил Он говорил по телефону 10-12 минут Когда он вышел из будки, он оставил телефонную книгу открытой, там был написан номер Это был номер католической школы для девочек в Посадении, Калифорния Мы туда позвонили Нам сказали, здесь нет никого с таким именем Мы объяснили обстоятельства Наверное, она под другим именем Оказалось, что она под именем Джен Тоблер Дженни Стоблер В день, когда меня похитили во второй раз 10 августа, 76 год Я открыла окно спальни Он был там и помог мне вылезти Мы сели в его Линкольн-Континентал и поехали Мы приехали в Калифорнию Он записал меня в католическую школу-интернат для девочек Она была так далеко от Покателла, что мы не знали, где она Но Бергтольд был так близко, что мог навещать ее по выходным Он сказал монахиням, что я его дочь, а он агент ЦРУ Что мы сбежали из Ливана во время... Это было время ливанского кризиса И что моя мать погибла Что он просит их позаботиться обо мне Потому что ему надо выполнять свою работу в ЦРУ Но он будет приезжать на выходных Он придумал такую историю Для монахинь На случай, если кто-то начал искать меня в школе Чтобы они решили, что это плохие ребята И не выдали нас Агенты ФБР арестовали Бергтольда на следующий день За нарушением услуги освобождения его посадили в тюрьму И в итоге привезли в Покателло Газета штата Айдахо Полицейский из Покателло пролетел за ней в Пасадену Меня заставили сеть в самолет и полететь домой Когда я вернулась в Айдахо, мне пришлось пройти всю процедуру снятия отпечатков пальцев Все, что обычно делается, меня посадили в тюрьму А потом отвезли домой Я открыла дверь, моя мать стояла на кухне у раковины Я вошла в дом И спустилась по лестнице, по коридору в свою спальню И закрыла дверь Меня уже не было Той жизнерадостной, счастливой Веселой девочке От нее ничего не осталось Той девочки больше не было Когда это случилось впервые, она еще была с собой А во второй раз, все было совсем по-другому В тот раз было гораздо тяжелее Мы не были близки, как раньше Она отдалилась от меня Никаких объятий, поцелуев, разговоров Она была так далека Можно, наверное, сказать, что она стала пустой У нее не было чувств Наша дочь была лишена эмоций 24 января 1977 Джен дома уже 38 дней Один из моих работников позвонил по телефону Он кричал Он сказал, Боб, в магазине пожара К тому времени, как я туда добрался И огонь охватил все Мы все стояли на улице И я помню, как смотрела на горящее здание И мой отец обхватил всех нас Четырех руками И сказал Я помню это так отчетливо Он сказал, пусть горит Все, что мне нужно, все, что для меня важно Тут у меня в руках Я помню, что думала Это я виновата Пожар случился из-за меня Я знал, что это сделал Бертхальд Он так злился, что Кажется, он сказал Мэри Энн, что лишит меня жизни, если Я не позволил ему видеться с Джен Он ненавидел меня за то, что я ее отец Это ненависть Была преступна Я не думал, что жизнь Боба Бробера в опасности до тех пор, пока не сгорел его магазин Расследование выявило, что Боб Бертхальд уговорил двух человек, сидевших с ним в тюрьме Предложил каждому тысячу долларов в месяц за то, что они сожгут магазин Аткин Флорист, принадлежавший Бобу Броберу И они это сделали, заодно сожгли полквартала в Покателло Их осудили и посадили в тюрьму, но мы не могли доказать вину Бертхальда Роберт Бертхальд, обвиняемый в похищении первой степени, 14-летний Джен Брорберг, 10 августа Заключен сегодня под стражу в тюрьме округа Банну Обвинение Роберта Бертхальда в похищении первой степени предъявлено в шести округах Выдачи себя за агенту ЦРУ Было предъявлено Роберту Бертхальду, бывшему Сегодня утром началось предварительное слушание по делу Роберта Бертхальда Обвиняемого в похищении Джен Брорберг В совершенном 10 августа Роберт Бертхальд, бывший бизнесмен из Покателло Во вторник был признан невиновным в похищении первой степени По причине психического заболевания, согласно ордеру, подписанному судью Эрнольдом Биби Роберту Бертхальду многое сошло с рук Поджог, выдачи себя за агента ЦРУ А также обвинение в похищении Сколько жителей этого города спрашивали, как он избежал наказания Если бы судья был бдительней Если бы Брорберге признали тот факт, что у них были сексуальные контакты с ним Мы бы сразу упекли его за решетку и забыли об этом Его бы посадили на 20 лет или пожизненно Роберт Бертхальд был направлен судом в психиатрическую клинику в июне 1977 года Он был освобожден менее чем через полгода Они меня отпустили Психиатр показал мне, в чем моя проблема Он объяснил, почему меня так тянуло к Джан Я вырос на уединенном ранчо в Вайоминге с отчимом Я не был даже членом семьи, я спал в сарае Я подвергался сексуальному насилию со стороны работников Когда моя мама заболела и уехала, я стал заботиться о младшей сестре Пока я о ней заботился, мне позволяли быть в семье Это отпечаталось в моей душе И потом, когда у меня были проблемы, я искал девочку, о которой можно заботиться Июнь 1978 года, Джан дома уже 18 месяцев Миссия все еще не была выполнена Я все еще была на связи с ним, но уже меньше Думаю, он терял интерес ко мне и остановилась старше Тем летом, когда мне исполнилось 16, со мной случились вещи Которые заставили меня сомневаться в существовании инопланетян Я хотела поехать в театральный лагерь университета Бригам Янг на пять недель Нам было страшновато об этом думать, решимся ли мы туда ее послать Но мы решили Ей пора жить самой В окружении друзей и всех, кто там будет В постановке участвовал один мальчик, и я знала, что нравились ему И однажды он купил мне мороженое И я подумала, господи, теперь случится что-то ужасное Я убежала в спальню И тут позвонила мама И сказала, собакам сегодня не здоровятся Кажется, я что-то не то им скормила Джен была в истерике Мне нужно домой, я не могу тут оставаться Я плакала и говорила Мама, это я виновата Потом я заснула А утром мама позвонила И сказала Я просто хотела сказать, что собаки в полном порядке И тогда меня осенило Собаки в порядке Сьюзан дома Карен не ослепла Папа не умер Правда ли за мной еще наблюдают Существуют ли они вообще Но сразу после этого я подумала Я шучу, я знаю, что вы существуете И вот настал мой день рождения Мне 16 лет Я все еще в панике и думаю Ладно Если я не забеременею Я добуду пистолет Расскажу Сьюзу на миссии И если она не захочет этого делать Тогда я убью ее Затем себя Мой день рождения был 31 июля На следующий день я проснулась И все, как обычно Все были на месте Все были живы И тогда Я испытала столько разных чувств Когда я поняла Что их никогда не было Я знала, что надо кому-то рассказать Но я не могла Не знала, кому, как и когда Я не Я не знала, что делать Наконец я рассказала Своей лучшей подруге Кэролайн И Карен Она начала рассказывать о девочке Которой надо было родить ребенка И он должен был помочь ей это сделать И выполнить миссию И очевидно было, что она в это верила Она верила, что это все правда А потом я сказала Ты должна сказать это родителям Она начала рассказывать А я сидела и думала Это что, правда? Ты правда в это веришь? Моя девочка была в истерике Она плакала, рыдала Ей понадобилось не меньше двух часов Хотя весь рассказ занял 15-20 минут Да, тот вечер был очень важен Это преследовало меня всю жизнь Потому что так страшно думать о том Что это случилось с твоей сестрой И эти видения потом преследуют тебя И я думаю, что родителям было не легче Думаю, поэтому они не стали расспрашивать Хотя знали, что что-то случилось Им было слишком больно понимать Что они это допустили Они не хотели знать Понимаете? Если посчитать все разы Когда Бертхольд пытался Вступить со мной в сексуальный контакт Во время похищения и между ними Получится Более 200 раз 28 лет спустя Цикл стыда и насилия заканчивается на мне Меня зовут Джен Броберг В детстве меня похитил Промол мне мозги доверенной друг семьи В предисловии к нашей книге В маминой книге «Украденная невинность» Мы с мамой много говорили Она меня расспрашивала А потом начала писать Я начала писать эту книгу в начале 90-х Закончила в 2003 году Издала А потом мы начали ездить по разным мероприятиям Вы знаете, что по статистике 4 из 10 женщин Пережили сексуальное насилие Бертхольд начал приходить туда На эти мероприятия, где мы выступали Хотя этот кошмар начался, когда Джен Было всего 12 лет Броберги говорят, что атаки продолжаются и сейчас Бертхольд сказал Если позволите им выступить Они скажут неправду Вся эта книга ложь Я считаю, что это сложная вранья Она хочет скрыть тот факт, что Джен Поехала со мной добровольно И для этого придумала инопланетян И промывание мозгов Этого не было Бертхольд начал нам угрожать Если не отзовете книгу Я превращу вашу жизнь в ад Мариэн говорит, что Бертхольд ходил по улицам в Покотелло Раздавая листовки сложной информацией Там было написано, что Бертхольду дали полный доступ к дочери Бробергов В обмен на сексуальные услуги ее родителям Поэтому я подала на охранный ордер Он его оспорил и пришлось идти в суд Думаю, он просто хотел увидеть меня поближе Это было ужасно Мистер Бертхольд по-прежнему опасен для меня и моей семьи Это постоянная угроза Которая усугубилась в последние месяцы Я не видела его 30 лет Первые 5 минут меня просто трясло Вы знаете, это та еще история Вы продали кучу книг благодаря ей Мы продали несколько книг Недостаточно, чтобы окупить затраты на издание этой книги Вы сказали каналу ABC News, что снимите фильмы Это правда? Я не говорила такого Я сказала, что могут быть предложения Такое возможно, я не знаю Вы этого хотите? Хочу ли я этого? Да Мистер Бертхольд, я хочу рассказать общественности о таких, как вы Это моя цель А, понимаю Надеюсь, что понимаете Надеюсь Не могу поверить, что вы смотрите мне в глаза У вас нет души Джен, мне жаль, что ты так думаешь И я хочу публично попросить у тебя прощения За боль, которую я тебе причинил Если вы хотите попросить прощения, то встаньте, скажите правду И отсидите свой срок, мистер Бертхольд Я получил охранный ордер Не на три года, как обычно, а до конца его жизни В эти выходные в Южной Юте произошла необычная конфронтация Женщина рассказывала о том, как ее насиловали в детстве И тут появился ее похититель И начал драку С ее охранниками-байкерами Джен Броберг Фелт, спикер женской конференции в колледже Дикси Под защитой БПНД Байкеры против насилия над детьми Члены БПНД охраняли мероприятие Когда человек по имени Роберт Бертхольд Подъехал и начал угрожать Нарушитель наехал на одного из членов БПНД А затем пытался уехать Один из байкеров узнал его и сказал Это Бертхольд, ловите его И набросился на его микроавтобус Он набросился на машину и ухватился за дворники Бертхольд нажал на газ и затормозил Байкер получил травмы Вызвали полицию, но у Боба было оружие Бертхольд был арестован и обвинен В трех крупных и двух мелких нарушениях Присяжные находят обвиняемого Роберта и Бертхольда Виновным в ношении огнестрельного оружия В нарушении запрета без каких-либо сомнений По второму обвинению присяжные находят Роберта Бертхольда Виновным в опасном нападении без каких-либо сомнений В тот день Боб предстал перед судом и был осужден Ему сказали, приговор огласят через неделю Он сказал, даже один день в тюрьме меня убьет, я не пойду Он принял все свои сердечные лекарства Скалывая и молоком Он выпил это все и умер Он совершил самоубийство Когда я узнала, что он убил себя, я испытала множество эмоций Я плакала и чувствовала такую жалость ко всем людям, к кому он причинил боль С нами связались шесть женщин И сказали, что в детстве пережили сексуальное насилие со стороны Роберта Бертхольда Он даже был осужден за изнасилование ребенка в случае одной из этих девочек И провел год в тюрьме Один год Вы его простили? Прощение неоднозначное слово Мне кажется Что если не прощаешь кого-то То возводишь вокруг себя тюрьму Я осознала, что могу жить с трагедией Так, чтобы она мной не управляла Мне это не просто далось Мне удалось простить родителей Помогая им простить самих себя Да, они совершили ошибку Но одно дело совершить ошибку Просто так А другое дело совершить ошибку Когда кто-то манипулирует тобой Играет с твоими чувствами и эмоциями Думаю, моему отцу труднее всего Он так злится, потому что его одурачили Как я мог этого не видеть? Отцы должны защищать своих дочек Его называли мастером Но он был просто мастером манипуляций Бергтольд много лет обрабатывал мою мать Ему прекрасно удавалось создавать Отвлекающие факторы Чтобы он мог делать с Дженом все, что хотел Он так втирался в доверие Ко взрослым И все ему верили Представьте только, что он мог сделать с детьми Если бы Джен не похитили Все было бы иначе, я уверена Но я не чувствую, что меня лишили детства Мне очень повезло У меня прекрасные родители И сестры Я думаю Помимо ошибок Мы кое-что сделали правильно Мы любили Джен И это сыграло роль И думаю, что это главное Случилось невероятное Но мы это пережили Все это правда Я всегда говорила Что если бы не я Этого бы не случилось Я чувствовала вину Я видела Какую боль Она испытывала Все эти годы Потому что я впустила Этого человека в мой дом И я знаю, что мой муж тоже это чувствует Но я никогда не смогу Простить себя за это Ирония в том, что Тот человек, о котором я больше всего хочу забыть И никогда больше не думать Это тот человек, о котором я думаю Каждый день Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok